Всем привет! Это Таня Матанин. Начались каникулы. Дети хотят отдохнуть, а мамы хотят, чтобы дети не растеряли свои знания. И особенно, как же поддержать английский лето своим детям? Я задалась этим вопросом, собрала разные способы и с удовольствием ими с вами поделюсь. Я обдумывала всякие разные возможности. Конечно, ребенку уже надоело, он не может уже учиться. Ему не подсунешь вот эти вот пособия, по которым посиди, позанимайся, потому что это в школе уже. Но вот так надоело. И мне хотелось, чтобы он поддерживал свой английский, но чтобы он делал это от души, делал это сам, чтобы ему было интересно. Я стала с ним разговаривать. Ну, Костя, ну что вот тебе интересно? Понимаете, уже какие-то детские мультики уже ему неинтересны. Поэтому, ну вот что, что для тебя интересно, чтобы ты вот сам захотел, слушал, чтобы ты с интересом каждый день этим по чуть-чуть уделял этому времени. И он мне сказал очень интересную вещь. Он сказал, ты знаешь, мам, в принципе, я бы с удовольствием слушал, когда гуляю на улице, в плейере какую-то книгу на английском языке. Интересную на мой возраст книгу я бы ее там поставил и как бы ненапряжно слушал. Вроде, казалось бы, простая задача. Я сказала, вау, спасибо, ребенок, за подсказку, буду искать тебе аудиокнигу. Но это оказывается не так просто. Во-первых, я задала вопрос своим учителям, с которым мы ходим на английский. Даже для них этот вот вопрос оказался не таким простым. А какие книги интересны будет ребенку? У меня вот ему почти 12. Ну пусть возраст 10-12, то есть такой подростковый возраст, когда сказки, которых много, и аудиосказок их много, они неинтересны. Взрослые книги, которые тоже есть в аудиоформате, они могут быть, во-первых, неинтересны, во-вторых, они трудны для его восприятия. Это еще та задача. В общем, я сделала опрос всех, кого знаю. Во-первых, я обратилась ко всем мамам с английскими интернет-ресурсами. «Подскажите, пожалуйста, сделайте пост, какие же книги вы бы рекомендовали на разный возраст». Отозвалась вот Лондон мама, спасибо ей огромное, она мне дала некоторые книги. И я вот внизу в описании список этих книг вам оставлю, да, список этих ресурсов. Потом я в прямом эфире об этом и сказала, еще одна мамочка мне написала, тоже мне написала, значит, на почту. Вот посмотрите. И вот все, что я собрала, вот эти вот, значит, книги, которые они мне порекомендовали, я обязательно внизу вам оставлю в описании и ссылку на их профили, потому что они увлеченные мамой. И если вам интересно, то они там тоже вам могут подсказать по-английскому, да, потому что какие-то песенки можно найти на их ресурсе, на их страничках, которые вот помогут, если вот в определенном возрасте ваш ребенок. Но нам уже песенки-то детские старшего неинтересны, и вот я начала подбирать. Дали мы думать, гадать, какие же книги могут быть интересны. Потому что на первые приходят на ум те книги, которые на английском вроде бы переводные на. И я стала спрашивать, какие. Первая книга, которая мне пришла на ум, это Том Сойер. Почему? Потому что когда-то в свое время у меня подружка филолог, и у нее как бы вот эти вот воспоминания с детства мои, что когда она пошла в университет, книги их заставляли читать на английском, и в библиотеке в университете были эти книги. И она была в восторге. Настолько это смешно, Том Сойер в первоисточнике, она была вот в восторге, и мне делилась. И я такая задумалась. Так, Том Сойер, первый в моем списке. Дальше. Я спросила, Алиса в стране с чудес? Нет, мне сказали, что в английском варианте он очень сложен, и мой ребенок не поймет. Мне порекомендовали Жюль Верна. Когда мне сказали Жюль Верн, то да, классно. Я тоже задумалась, может быть, Жюль Верн, тоже адаптированный под наш язык, тоже возможен. Но до сих пор, пока я не нашла книги. То есть я их ищу, но пока я их не нашла. То есть в аудио формате не нашла. Я нашла в печатном, но чтобы они были в аудио. Если вы где-то знаете какие-то ресурсы, поделитесь со мной, потому что я вам говорю, и вы мне тоже помогаете. Что же я нашла в результате? Чем мы именно сейчас занимаемся? Потому что аудиокниги у меня все-таки остались, и список тех книг, которые пришли мне на ум. Я их тоже напишу, как и Робинзон Круза. Тоже хотелось бы прочитать Остров сокровищ, возможно, на английском языке. Но мне все это нужно в адаптированном варианте. И я пока не нахожу, чтобы на мой возраст было интересно. Еще одну подсказку, которую мне сделали наши педагоги, они мне сказали о комиксах. Вот я стала искать комиксы тоже в интернет-пространстве. В принципе, в аудио формате я не нашла. Но я нашла, например, очень интересную статью, где разные комиксы собраны, разные ресурсы. Я ее тоже внизу оставлю в ссылку. И мне понравились, в принципе, комиксы про Гарфлиба на Костин возраст. То есть можно разные найти варианты. Я нашла как раз благодаря этому сайту, где есть список статей, какие разные бывают комиксы. Потому что там есть детские. То есть, ну, хорошо статья сделала. И я вот нашла. Там перевод есть. Есть краткие вот эти выражения. Я думаю, что, вот знаете, в таком формате посидеть, прочитать одну, там, две странички. В принципе, с ребенком в течение трех месяцев я найду время. Я сделала закладку на этот ресурс. И комиксы мы почитаем. Пусть даже они не в аудио формате. Если бы они были бы еще озвучены, но нигде я такого не нахожу. Дальше. Чем мы конкретно именно занимаемся? Мы сейчас нашли там каналы на YouTube, которые делают уроки на основании известных фильмов. Начали мы с Симпсонов. То есть я когда искала, ему предлагала. Он у меня, в принципе, не знает, кто такой Симпсон. Но я думаю, что в 12 лет, в принципе, это уже становится интересный ему сериал. Я ему показала на английском. И заинтересовался. Но вот как раз я поняла, что, может быть, аудиокниги нам рано, когда начала вот показывать. Он прослушал, смеется. Я его спрашиваю, ты все понял? Нет. Мы начали пробовать переводить. Даже я на слух, а там же еще как-то специально как с дефектами Рекча сделаны эти Симпсоны, с особенностями. Я сама некоторые слова не разбираю. Поэтому после того, как мы Симпсонов этих, значит, посмотрели, попробовали сами переводить. И я поняла, что он книги тоже будет прослушивать, но не переводить. С одной стороны, это хорошо привыкание. Но мне бы хотелось, чтобы он как раз вот эту речь слышал, воспринимал ее и выделял из нее слова. То есть он как бы разделял ее. Не ценно, например, а вот действительно оно было разложено на слова. И мы нашли, значит, по этим Симпсонам как раз вот эти вот видео, где разбираются обучение на основании фильмов, сериалов и так далее. И вот это у нас дело пошло. То есть когда идет комментарий к этому, значит, к мультику перевод, и когда внизу идут субтитры. И по субтитрам ты хотя бы выделяешь слова. И мы реально прослушивали несколько раз мультик. То есть первый раз мы слушали сами. Ничего, ни я не понимала, ни ребенок, значит, не выделял эти слова. Потом мы читали внизу перевод, нам становилось понятно. Мы еще раз запускали эту же фразу. И после того, как мы вот вычитали ее текстом, она начинала нам проявляться. То есть мы начинали слышать отдельные вот эти слова, которые мы слышали до этого, и не слышали слова отдельно. И мы начинали понимать. И потом как бы уже идет перевод, какое-то объяснение и так далее. То есть в этом формате ребенку было интересно. Тем более фильмы, которые там подобраны. Ресурсов несколько. Я ссылки тоже оставлю внизу. То есть вот в таком формате. Есть песни, разбираются. То есть все это очень интересно. Я, кстати, когда сейчас мы едем в автомобиле, если звучит простая английская песня, я его заставляю вот слушаться и перевести ее. Потому что можно слушать английский фоном. И ни черта ничего там не уловить. Все-таки я хотела, чтобы он концентрировался. И вот сейчас именно, чтобы он понимал. Потому что у них вот ощущение, у ребенка, я понимаю, почему не идет, допустим, на английский. Вот из школы вышли, дверь закрыли, все забыли. Все, что там говорится, это вот урок прошел, закончился. Оценку поставили, все, все забыли. Потому что вот это вот оценивание, на самом деле, для наших детей очень-очень большой минус. Потому что мы получили оценку, а знаний нет, разговора нет. Дальше, еще один ресурс я вот нашла благодаря вот этой статье English Central. Я вот специально из-за него сюда привезла. Потому что это будет маленьким интересом. И не знаю, я ему ничего не показывала. Сейчас вот нашла этот ресурс и решила, думаю, сниму-ка я видео. Значит, очень интересно сделано формат видео. Во-первых, у каждой фразы есть как бы такими пунктирами, что вот можно перейти с фразы на фразу. Видите, то есть я, навигация пофразная. Дальше, внутри фразы вы можете нажать на одно, это вот в формате видео сделано, на одно любое слово. Вот dears или там going to. То есть каждую фразу вы можете незнакомую, одну, там одно слово. То есть узнать всю фразу, узнать перевод одного слова, да, или выражения going to. Это очень удобно. Это такой классный ресурс, поэтому мне он очень-очень нравится. Дальше, еще один ресурс, про который я хочу рассказать. Нам его еще рекомендовали в школе на собрании. Учитель, она прием говорила, там нужно подписываться. Называется пазл. English Puzzle, как-то так. Сейчас у меня где-то это самое. Тоже они там очень удачно делают. Вот выражения у них тоже. То есть у них такой хороший достаточно ресурс, где можно собирать и пазлы с ребенком, да, английский. И очень много вот именно разборов видео. Поэтому тоже внизу я оставлю, вот у них и канал есть, и в платном что-то, и что-то в бесплатном ресурсе. Вот в таком формате. Книги, которые просто книги, мы тоже будем читать, постараемся. Но все-таки я бы хотела попросить, если вы вот знаете, да, вот я поделюсь с вами ресурсами, вы со мной тоже поделитесь, вот где хорошо скачивать. Потому что мне, например, я нахожу ссылки, ну, в гугл, кто-то мне присылает. И я не вижу, чтобы там аудио было разбито по уровню. Да, то есть есть список, вот ты должен знать какое-то произведение, тогда ты можешь скачать аудио. А вот именно вот, чтобы нам, на первый уровень нам, конечно, рад, ну, уже это, хотя бы на второй уровень, да, когда. И произведение было бы интересно, не какая-то сказка. И можно было бы на этом сайте вот по уровню отобрать вот эти вот аудио и послушать, посмотреть. Потому что какие-то я находила там рассказы, они примитивные, у них нет сюжета. Вы знаете, они вот тема, профессии. И знаете, вот это как урок. Вот как урок мне неинтересно. Мне интересно, как художественное произведение, чтобы он прослушал рассказ, ему было интересно понять этот рассказ, слушаться, интересно было бы перевести и узнать каждое слово. А что же оно означает? Тогда это был бы смысл. Вот. Поэтому впереди лето. Я надеюсь, вы тоже озабочены, как поддержать английский, если у вас ребенок-школьник. Потому что, ну, чуть-чуть, мы, у нас уже немножко ритм наладился. Мы чуть-чуть математики, чуть-чуть английского, там, час в день на то, чтобы немножко ум держать в таком, в состоянии незабывания. Не то, что мы учимся, да, а то мы играем. Я хочу, чтобы это был формат игры, формат игры, чтобы ребенку было интересно, чтобы это была не школа, а чтобы это были каникулы, самые настоящие каникулы. Мы слушаем песенки, но песенки, опять же, все детские. Не знаю, какие песни на английском, вот, ему рекомендовать, опять же, для этого возраста, чтобы ему было интересно, понятно и так далее. Есть канал у нас, ну, опять же, канал, где все на английском языке. Тоже вроде ему рано, потому что тут там, как бы, взрослые фильмы. Вот что делать. Поэтому, мои хорошие, делитесь, если у вас есть интересные ресурсы, интересные ссылки. А я надеюсь, что мои подсказки тоже были для вас полезны. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok